Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами следующий урок в нашем курсе «Английская грамматика для медика». И сегодня мы с вами говорим о неисчисляемых существительных. Их на самом деле много. И еще, как мы с вами говорили, часть существительных может иногда выступать как исчисляемые, часть может выступать как неисчисляемые. И поэтому надо очень много читать, слушать, смотреть, анализировать. И в своих курсах я вам помогаю как раз-таки получить вот эти знания и вот это чувство языка. Ну а, естественно, в процессе своей дальнейшей профессиональной деятельности вы сами будете развивать эти навыки. Итак, мы с вами говорим про существительные. Я вам привела несколько примеров неисчисляемых существительных. Во-первых, это могут быть какие-то общие понятия, типа медицина. В прошлый раз мы встречали медицин как препарат, как лекарство, не путаем. А как медицина, как сфера – это медицин неисчисляемый. Здоровье – health, помощь, care или забота. Progress – progress, улучшение состояния, улучшение больного, улучшение заболеваний. Improvement – stress, stress. Устойчивость антибиотиков, например, к чему-то, вернее, наоборот, микроорганизмов к антибиотикам. Resistance – вред, как понятие. Harm – damage. Damage – как повреждение, как процесс. Это неисчисляемое. Damage – а если вы где-то увидите damages – это во множественном числе убытки, потери какие-то. И, конечно же, все, что льется, сыпется, вот такое все какое-то аморфное, да, типа. Кровь, жидкость, воздух, кислород, углекислый газ – это все будет неисчисляемым. Blood, fluid, air, oxygen, carbon dioxide. Название, опять-таки, каких-то сфер, каких-то отраслей, в том числе отраслей медицины. Cardiology, genetics, oncology. Название многих симптомов, да, weakness – слабость, dizziness – головокружение, vomiting – рвота, diarrhea – все это будет неисчисляемым. Ожирение или другие болезни какие-то, типа бронхоэктазия, бронхит, obesity, bronchiectasis, bronchitis. Вот такие у нас общие понятия. И мы с вами говорили, что есть слова, их на самом деле много, и мы их будем встречать в других курсах, в курсах по Харрисону, в курсах нашем, в нашем курсе модульном, где мы в том числе разбираем видео оригинальные на английском языке. Будем встречать и стараться анализировать. Например, malignancy как процесс, как злокачественность какой-то опухоли, например, это неисчисляемое, uncountable. А malignancy как опухоль, как новообразование – это исчисляемое. Мы с вами в конце зайдем на онлайн-словарик и посмотрим, как вы можете себя проверять. И обычно пишется в словариках, буковка U – это uncountable, неисчисляемое, а C – countable, исчисляемое. Так вот, злокачественность как состояние злокачественности. И вот пример. The malignancy of these tumors makes them difficult to treat. То есть злокачественность вот этих опухолей приводит к тому, что их трудно лечить. Дословно делает их трудными для лечения. А вот о malignancy как новообразовании, как опухоль и growth, тогда мы говорим о самих конкретных, которые можно посчитать, новообразования. Тесты revealed a malignancy that had to be removed. Анализы обнаружили. Опухоль, ее можно посчитать, которую следовало удалить. Вот то же самое со словом growth, как рост, как процесс. Это uncountable – рост человека, животных, растений, как процесс увеличения в размере. A balanced diet is essential for healthy growth. Сбалансированное питание – это ключ к здоровому росту. Plant growth is most noticeable in spring and early summer. То есть рост растений наиболее заметен весной и в начале лета. Это все uncountable. Еще один uncountable, когда мы говорим увеличение в смысле повышения значимости, важности чего-то. И в том числе и какое-то повышение чего-то в размере, но не физическое, а вот числовое, например. Например, рост населения. Population growth – это неисчисляемое. Uncountable. А вот как новообразование, как мы сказали, как твердая опухоль, твердая масса, a solid mass – это у нас будет уже исчисляемое, поэтому мы поставили арт-типы. A cancerous growth on the liver. То есть это раковая опухоль какая-то на печень. То же самое со словом etiology. Etiology как область медицины, как раздел etiology, она будет uncountable, неисчисляемая. Many ILDs are of unknown etiology. Многие интерсоциальные заболевания лёгких имеют неясную итеологию. Of unknown etiology. Но часто вы увидите с артиклем неопределённым. И в этом случае, или даже с определённым, но в значении слова причина, в значении со словом близким к английскому слову cause. If an etiology of weight loss is not found. Если причина потери веса не обнаружена. The epidemiology varies greatly with the underlying etiology. Эпидемиология значительно варьирует в зависимости от основной причины, от причины, вызовшей данное заболевание. И здесь у нас the underlying etiology. Мы можем иметь в виду причину. Что мы делаем в таких случаях? Во-первых, мы можем поискать в какой-то серьёзной книжке, типа Харрисона, например. Вот берёте у себя, открываете руководство Харрисона, например, забиваете здесь слово и нажимаете на поиск. Он вам найдёт примеры предложений. И вы смотрите и анализируете, как используется это слово в контексте. То же самое можно сделать в поисковике в Google. Или, например, вы можете... Например, вы можете... Just a minute... Так, хочу вам открыть словарик в интернете, чтобы показать, как можно ещё проверять. Это countable или uncountable. Сейчас мы с вами откроем кембриджский словарик. Так, сейчас я с вами поделюсь. Так, вот. Вот у нас кембриджский словарик. Например, вбиваете сюда слово и смотрите. Смотрите, у вас... Вот, бронхит я вбила, бронхитис. И здесь у нас произношение. А вот здесь написано noun, то есть существительный в скобочках you, то есть uncountable, неисчисляемый. И так далее. Иногда примеры у нас бывают. Опять-таки в контексте мы проверяем. Иногда, может, даже, что не полностью вам информация дана в словарике, но всё равно она вам помогает понять главное. А потом вы просто ищите в контексте, гуглите или смотрите в Харрисон, или в Ферри, или в какой-то ещё книге. Может быть, ваши профессиональные книги на английском. В поисковике смотрите, как употребляется слово в контексте. Есть артикль? Нет артикля. Определённый, неопределённый. Пытаетесь анализировать. Почему так? Почему не так? И вообще, как бы, это всё процесс, да? Поймите одно, что изучение языка – это процесс. Изучение языка – это процесс. И мы с вами постоянно растём. Мы начинаем с чего-то. И вот этот курс, он как раз для того, чтобы дать вам базу, очень хорошую базу в контексте с медициной. И дальше у нас есть замечательные два других больших курса. модульный с разбором видео англоязычных и курс по Харрисону. Всё у нас с видеоуроками, поэтому всё очень понятно. И с примерами конкретными, из реальных источников. Таким образом, вы экономите своё время, вы продвигаетесь намного быстрее, а потом, конечно, вы будете сами развиваться уже в своей специальности, в процессе своей профессиональной деятельности. Если это видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк, не забудьте подписаться на наш канал, так как вас ждёт много интересного и полезного. Поддерживайте наш проект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!